Ремонтантная клубника – лучший сорта. Когда-то лесную землянику собирали как лекарственное растение. Затем стали культивировать на садовых плантациях для использования в пищу, оценив дегустационное качество ягод. Первые сорта появились случайно в результате переопыления. Ныне, благодаря селекционерам, можно выращивать на участке несколько разновидностей культуры. Среди них особую популярность завоевали ремонтантные сорта клубники. О ремонтантах. Вся ягодная культура подразделяется на три группы – садовая земляника, ремонтантная гибридная земклуника. Именно ремонтантам сейчас уделяют особое внимание, благодаря их возможности плодоносить несколько раз за вегетационный период в начале. Лето – в конце, в южных регионах еще и осенью. Чтобы выращивание клубники было успешным, нужно правильно выбрать сорт. Обращают внимание на многие особенности – урожайность, требовательность к агротехнике, устойчивость к болезням, региональность. Ремонтантная клубника. Те, кого привлекает ремонтантная клубника, лучшие сорта выбирают с учетом места их выращивания – на садовой грядке или в теплице. Второй вариант позволяет увеличить количество плодоношений. Все ремонтанты делятся на сорта с крупными и мелкими ягодами. Среди первой группы есть разновидность клубники, без усов, размножающиеся делением куста либо семенами. Мелкоплодные сорта – это больше домашний вариант, используемый для озеленения балконов и лоджий. Ими также украшают альпийские горки. В тепличном выращивании применится ампельный метод – многие сорта выбрасывают длинные висячие усы. Чем их больше, тем выше урожайность куста. Топ-обзор. Взяв во внимание классификацию и другие особенности культуры, садовод подыскивает для себя подходящие сорта клубники. Ниже приводится обзор наиболее популярных из них. Сорта ремонтантной клубники следует также обратить внимание на такие лучшие сорта клубники – ремонтантной без усы, славящейся высокой урожайностью и хорошими вкусовыми качествами – вимарина, гирлянда, кокетка. Обратите внимание, многих привлекает своими характеристиками кустовая без уса и клубника альбион – новое слово в селекции, которую можно смело выращивать в холодных регионах России. Сорт рестан почти без усы, поэтому его чаще размножают делением куста. Среди мелкоплодной культуры также встречаются гибриды, не дающие усов, фараон, руяна – желтое чудо. У этого сорта удивительный ананасовый вкус. Есть сорта с нейтральным световым днем, которые плодоносят до поздней осени. Они более приспособлены к выращиванию во всех регионах, подходят также для тепличного варианта. Собираясь размножить у себя клубнику ремонтантную, сначала изучают вопрос, подходит ли сорт данной климатической зоне. Региональные особенности многие из перечисленных выше ремонтантов подходят для тепличного выращивания. Но имеются и другие сорта, на которые стоит обратить внимание. Ремонтантная клубника для теплиц. Для выращивания в теплице подойдут и другие сорта нейтрального светового дня – Брайтон, Суприм, Референта, Трибьют. В регионах с непродолжительным теплым сезоном выращивание клубники в открытом грунте возможно, если делать это поэтапно. Сначала в теплице формируется рассада, которую с наступлением тепла высаживают на грядку. Рационально кусты сажать в горшки, чтобы с приходом холодов заносить их в теплицу. Особенности агротехники. К выращиванию многоразовые клубники следует проявлять внимание. Тогда в каждом заходе плодоношения будут хорошие урожаи и вкусные сочные ягоды. У ремонтантов ускоренный цикл плодоношения и, если игнорировать правила агротехники, то на следующий год можно получить невзрачные мелкие плоды. Требуется уход. Особенно важно уделить внимание безусым сортам, выращиваемым рассадно. Здесь важно соблюдение таких требований. Под клубнику выбирают хорошо освещенный участок. На постоянное место саженцы можно определять. С июля и до конца сентября расстояние между кустами выдерживают не менее 40 сантиметров, между рядами 0,5-0,7 метра для сортов, выбрасывающих длинный уз. Эти параметры должны быть больше после того, как посадка закончится. Все появившиеся цветоносы следует обрезать, отплодившие. Ремонтанты перед самыми холодами обрезают. Некоторые кусты полностью заносят в теплицы, грядки покрывают толстым слоем мульчи. Важно! Ягодами любят лакомиться слизни. Чтобы избежать их нашествия, рекомендуется в междурядьях, либо по периметру у грядки высадить чеснок, он отпугнет вредителей. Нужно учитывать и другие особенности ухода за многоплодящей культурой. Рыхлить почву и регулярно освежать мульчу, если у садовой. Земляники оголились корни, проводят окучивание, выдерживать оптимальный режим полива, используя только теплую воду, чтобы кусты не ослабевали. Из-за частого плодоношения их систематически подкармливают. После первого урожая листу на кустах обрезают, чтобы дать клубники немного передохнуть. Периодически проводится осмотр растений для своевременного выявления болезней и нашествия вредителей. Обратите внимание, если оборудовать над грядками и пленочные навесы весной во второй половине лета, это поможет ускорить плодоношение ремонтантов. Многообразие выбора Упоминания о лесной землянике можно встретить в трактатах Вергилия и Диаскорида. В 18 веке начался настоящий бум садовой клубники, благодаря селекционерам из Голландии. Сейчас, наряду с обычными сортами, дачнику предлагается большой выбор различных гибридов отечественных и зарубежных, где эмантанты занимают ведущее место. Урожайность клубники, продолжительность ее плодоношения, удобство в сборе плодов – основные критерии при выборе. При выборе сортов важно обращать внимание на районирование, основной признак при этом – зимостойкость культуры. Прочие климатические факторы в данном случае меньше влияют на выращивание гибридов. Урожайность клубники, продолжительность ее плодоношения, удобство в сборе плодов – основные критерии при выборе. У каждого садовода могут быть свои предпочтения. Но, решая, какая лучше клубника ремонтантная или обычная, не стоит останавливаться на одном-двух наименованиях, чем разнообразнее. Получится плантация, тем выгоднее дачнику. И не потому, что будет изобилие вкусных плодов на столе, многие гибридные сорта нуждаются в соседях-опылителях из-за наличия только женских цветков. Для этой роли хорошо подходят представители традиционной садовой земляники, несмотря на одноразовый урожай. 00 в от артикле ратинг